МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, Эдуард, здравствуйте. Начну с того, что первый матч закончился. И закончился он разгромным счетом. 3-0. Сборная Белоруссия сегодня выиграла у сборной Латвии. Это значит, что прогноз наставника белорусов все-таки оправдался. Они намерены были выиграть. Кстати, главный тренер сборной Белоруссии Александр Вергиенко. У него есть помимо спортивного образования еще одно непрофильное. То есть диплом экономиста. И это не мешает ему успешно заниматься прямыми обязанностями. Вот, например, на прошлогоднем Кубке Содружества подопечные Вергиенко заняли второе место, уступив в финале России. Ну и сегодня, как мы видим, первый матч и разгромный счет. Надо сказать, что сейчас на перерыв ушли следующие две сборные. Это сборная Таджикистана и сборная Эстонии. После первого тайма счет остается 0-0. На трибунах сегодня также подобралась интересная компания. Сборная Таджикистана оказалась самой громкой, самой шумной. Пришло действительно очень много народу. Все пришли с атрибутикой и называют Кубок Содружества настоящим праздником. На трибунах болельщиков сборной Белоруссии мы также заметили много интересных людей. Некоторые являются такими настоящими старожилами чемпионата. И вообще на футбол молодежных сборных ходят, на состязания молодежных сборных ходят уже почти 40 лет. Я предлагаю послушать, что нам рассказали болельщики. Молодежь, есть молодежь, у нее свои позиции, свои взгляды и на игру, и на жизнь. Поэтому интересно смотреть за ними, наблюдать, особенно на поле, на футбольном, как они стараются, стараются показать хорошую игру. Вот все эти ребята пришли сюда и верим, что в этом году у нас тренер сказал, что как минимум выход из группы. И мы на это надеемся. Кстати, о сборной Таджикистана у них уже есть свои звезды. Вот, например, один из лидер команды Джамаледин Зардиев. Такая вот подробность. Он большой поклонник Зидана. Правда, вторым Зиданом становиться не желает, а хочет стать первым Зардиевым. Вот такая позиция у футболиста. Но пока что, как нам уже рассказали болельщики, задача у них выйти хотя бы из группы. Эстонцев они очень боятся, называют эстонцев очень дисциплинированной командой, поэтому победить их будет очень сложно. Но надо сказать, что счет на табло до сих пор 0-0. Это значит, что команда еще ни та, ни другая команда не совершили ошибки. Футбол действительно напряженный, но вот второй тайм все нам и покажет. Эдуард. Спасибо. В прямом эфире был мой коллега Александр Туполев. Действительно, в Петербурге сейчас можно увидеть самый разнообразный футбол. Прямо пиршество для болельщиков. Северной столицы России стартовал Кубок Содружества 2013. Северной столицы России